Вступительная кампания Информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Новые квитанции, имена наставников и, внимание, дети. В Беларуси пройдет профилактическая акция, когда нужно передвигаться с включенным ближним светом фар. Жизнь региональных СМИ. Медиахолдинг «Бобруськое житё» посетил министр информации. У вас достаточно неплохой уровень телевизионных материалов. Как это было? До завершения учебного года неделя местные колледжи готовятся принять абитуриентов. Все наши студенты получают стипендию. Для иногородных мы предоставляем общежитие. Куда поступать? IT-удочка. В Беларуси растет число преступлений в сфере высоких технологий. Чаще всего звонят, представляются сотрудникам банка. Как не остаться у разбитого корыта? Бобруйский загар. Эпидемиологи мониторят готовность пляжей к летнему сезону. С начала открытия купального сезона сотрудниками Центра гигиены, в том числе и в выходные дни, будет проводиться мониторинг и содержание пляжей. Где взять шезлонг? Открытые границы, громкие высказывания и мисс Вселенная. Стало известно имя победительницы международного конкурса красоты. Кто она? Визит с медиа акцентом. Бобруйск посетил министр информации Беларуси. Владимир Перцов ознакомился с работой региональных СМИ на примере холдинга «Бобруйское житё». Сегодня он включает в себя радио, телевидение и газету. Глава ведомства пообщался с коллективом и рассказал о планах развития индустрии в масштабах всей страны. Максим Кембель продолжит тему. В Беларуси единый день информирования – традиция. И уж точно не формальность. Общение с коллективами своего рода «Диалог без посредников». Тема очередного разговора – киберпреступность. Площадка – студия телеканала «Бобруйск-360». В роли докладчика – министр информации. Кроме безопасности в интернете, Владимир Перцов говорит и о медиасфере. В частности, в центре внимания, жизнь и развитие региональных СМИ. Задача стоит сейчас по созданию таких медиахолдингов, как ваш. Этаких медиа-экосистем в регионе. Когда вот этот медиа-эгоизм, когда газета сама по себе, телевидение само по себе. Если есть радио, то оно само по себе. Или несколько районов, там несколько изданий. Мы будем немножко с этим бороться. Потому что пользователь должен получать, вы прекрасно это понимаете, единый пакет в целом. То есть зайдя на какой-то ресурс, пользуясь каким-то ресурсом, он должен получать и новости, и какие-то аудиоподкасты, и видеоматериалы, если нет полноценного телевидения. И, ну, наверное, в этом есть будущее региональной прессы. По словам министра телевидения, радио, интернет-источники в приоритете у общества. Но и про печатные СМИ никто забывать не собирается. Самый верный способ – это адаптироваться под современные реалии. При достижении контакта с аудиторией расти начнут все показатели. От тиража до получения прибыли. Финансовому здоровью региональных медиа также способствует и поддержка местной вертикали власти. Со стороны горысполкома мы реально всегда поддерживаем. Есть конкретные задачи, которые поставлены и по обновлению нашей студии, проведению дополнительного и покупки оборудования, для того, чтобы мы могли уже на более профессиональном уровне проводить и открытые диалоги, совещания такие, для того, чтобы можно было информировать о тех делах, которые делаются в городе. Кроме диалога, Владимир Перцов знакомится с жизнью телеканала «Бобруск-360», радио «Зефир-ФМ» и редакции «Газеты». Не обходит стороной и типографию имени Непогодина. Работа последней напрямую зависит от конкурентноспособности белорусских предприятий. В этом году в стране скорректирован порядок маркировки товаров. С 8 июля код будет единым, что приведет к снижению стоимости изготовления контрольных знаков. Новшество, признанное обеспечить защиту прав потребителей. Также это дополнительный барьер на пути подделок, считают эксперты. Следующая локация – «Красный пищевик». Сладкая фабрика не случайно попала в список рабочего визита. Собственная газета, YouTube-канал, аккаунты в социальных сетях. Предприятие активно продвигает себя на медиарынке. Побывать здесь и не попробовать знаменитый бобруйский «Зефир» просто нереально. Владимир Перцов пошел дальше, лично поучаствовал в создании кондитерского шедевра. В завершении визита министр отмечает создание экосистем, телевидения, радио и газет – приоритет развития медиапространства на периферии. Тем более региональные СМИ не значат низкий уровень работы. На деле все с точностью наоборот. У вас достаточно неплохой уровень телевизионных материалов. Даже не говоря о районных редакциях. Даже можно где-то сравнивать и с областными, и даже с республиканскими. У вас достаточно высокая оперативность. Вы выкладываете видео сразу, фрагментарно, а потом о выпуске новостей достаточно оперативно после выхода в эфир. И здесь информационная актуальность, она очень важна, и оперативность вашей работы очень важна. Ну и в целом, то, что вы делаете, востребовано зрителям и слушателям, и читателям. А мы работаем ради наших читателей и зрителей. И нет другого принципа, кроме конкуренции, интересности, кроме продажи глаз и ушей. Ведь если нас не будут смотреть, читать и слушать, мы никому не нужны. Ради этого мы работаем. Визит министра информации – знак правильного развития медиахолдинга «Бобруйское житё». Но это одна сторона медали. Вторая – возможности для реализации потенциала масса. Главное – правильно ими воспользоваться. Для нашей редакции это развитие нового интернет-портала, который будет включать в себе новости не только нашего города, но и наших соседей, а также это разработка новых мультимедийных проектов. «Бобруйское житё» – это команда настоящих профессионалов. Мы пишем о людях, мы слышим главные вопросы, мы видим острые проблемы, мы называем вещи своими именами. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Новые тарифы «Укол жизни» и «Раскрытая интрига» стали известны имена наставников проекта «Х-фактор» в Беларуси, когда начало шоу. Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Беларуси будут больше платить за отопление и подогрев воды. Власти пересмотрят некоторые тарифы на ЖКУ уже с июня. В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими сумма квитанции вырастет приблизительно на 5 долларов. Также увеличатся цифры напротив строчек уборка подъезда, вывоз мусора, техобслуживание лифта. Подорожает для владельцев жилья природный и сжиженный газ. Повышение пройдет в два этапа. В Беларуси пройдет акция «Внимание, дети!» С 25 мая по 5 июня водители будут обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 87 рублей. ГАИ призывает автомобилистов быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Линейки в белорусских школах пройдут 29 мая. В каком формате будут решать директора вместе с родительским комитетом, а согласовывать с местными исполнительными органами. Это же касается выпускных вечеров. Экзамены в школах проведут с 1 по 9 июня. Учащиеся, которые болеют коронавирусом или контакты первого уровня, от итоговых испытаний освобождаются. В аттестат выставят годовые отметки. В РНПЦ «Мать и дитя» ребенку с редким генетическим заболеванием спинальная мышечная астрофия ввели препарат стоимостью более 2 миллионов долларов. Если бы девочки сейчас не сделали спасительный укол, то в скором времени она оказалась бы прикованной к инвалидному креслу. Это уже четвертый белорусский малыш, который получает возможность бесплатного лечения и генную терапию. В 2020-м шесть белорусских деток были включены в глобальную программу. Пациенты выбираются методом рандома. «Х-фактор» в Беларуси объявил наставников проекта. Ими стали Ольга Бузова, Руслана Лихно, Серега и Сергей Соседов. Предварительный кастинг масштабного музыкального телепроекта приближается к завершающему этапу. До 28 мая творческая группа шоу прослушивает и записывает выступления участников в Минске. Затем претендентов 300 человек. Пригласят на телекастинг уже в студийном павильоне киностудии «Беларусьфильм». Съемки пройдут с 10 по 18 августа. Лига знаний в 20-й школе наградили победителей республиканского конкурса. Турнир – образовательный видеомарафон для учеников старших классов. Участвовала вся страна, более 500 команд. Ребята снимали креативные ролики на различные учебные темы. По мнению жюри, самая лучшая работа получилась у команды 20-й школы «Бобруйска». Победители получили заслуженные награды. Учащиеся – финансовые и сладкие подарки. Учреждение образования «Новый компьютер». «Белогропромбанк» и компания «Виза» выступали партнерами этого конкурса. То есть они предоставляли грант для победителей. Сейчас ребята получают карты «Белогропромбанка». И на карточке «Белогропромбанка» каждый из ребят получит денежный приз в размере 1500 белорусских рублей. Теперь сборную 20-й школы, в которой 5 человек, ждет турнир более высокого уровня. Осенью пройдет такой же конкурс, но уже в числе участников страны СНГ. Лечить, кормить и строить. Мечта стать космонавтом или балериной осталась далеко в детстве. В реальности необычные и полезные профессии можно найти в любом уголке мира. Ибо «Бобруйск» не исключение. Уже в июле в Беларуси стартует вступительная кампания. Колледжи города готовятся принимать учащихся. Какие специальности доступны абитуриентам? Смотрите прямо сейчас. Маски и антисептики в последний год стали предметом обихода. Вместе с этим появилось и осознание важности медперсонала. Однако Павел Ганак к этому пришел еще 5 лет назад. Будучи школьником, парень сделал выбор в сторону спасения жизни. И вот уже спустя 3 года учебы в колледже, будущий врач готовится работать скорой. Пусть ковид и отодвинул на задний план другие вещи, но переломы, роды и простуда не брали отпуск. Мне близка сама идея помощи людям, и я вижу в этом смысл своей жизни, и всю свою жизнь я к этому стремился. И даже вне медицины я все равно стараюсь помогать своим друзьям, знакомым. Не в медицинских вопросах, но даже в банальных бытовых, но миссия помощи людям на первом месте. Здесь созданы все условия для обучения настоящих специалистов, в том числе практика на современном оборудовании, которое позволяет полностью погрузиться в ситуацию без вреда для здоровья настоящего человека. Медицинский колледж обучают по двум специальностям. Для лечебного дела понадобится только балл аттестата, для сестринского еще и ЦТ по русскому или белорусскому языку, плюс биология. Прием документов начнется с 20 июля. После окончания нашего колледжа ребята, как правило, наши дети ежегодно, ну, небольшой процент, но есть, поступают в медицинские вузы для продолжения, для того, чтобы быть в профессии. Ну, кто-то выбирает другого профиля вузы. Допустим, институт физкультуры, есть у них факультет реабилитации. Ну, биология достаточно востребована у наших детей. Спасать жизни можно и по-другому. Безопасные, правильно подключенные сети, долговечные дороги и дома – это часть комфортного существования человека. Именно такое мнение сложилось у Андрея Захарова, когда он выбирал профессию. Разобрать и собрать заново для будущего электрика не составляет труда, и строительный колледж идеально подходит для его умелых рук. Самое интересное в учебе в колледже – это обращение учителей к ученикам. А в практике это как мастера нас учат, потому что они учат очень качественно. Меня научили паять, собирать электропроводку для старта двигателей. Строительный колледж предлагает большой выбор профессий – от каменщика до электромонтера. Для зачисления необходимо только подать заявление. Если их количество превысит цифры приема, отбор будет проходить по конкурсу среднего балла. Учреждение образования обучает как на дневной, так и на вечерней форме. Прием документов с 15 июня. Мы работаем с очень многими нашими организациями города Бобруйска, куда мы распределяем наших детей. Мы работаем не только с городом Бобруйском. У нас рабочие места есть и в городах таких больших, как Минск, Могилев. То есть, ребята, очень большая перспектива. То есть, работы не только в нашем городе, но и в других областях, и в нашей столице. При продолжительности жизни в 70 лет, почти 4,5 года у человека уходит на еду. А обойтись без десерта может не каждый, ведь это помогает выработке серотонина. О гармонии счастья Юлия Болба знает больше остальных. Она – будущий кондитер. Колледж помогает в становлении и раскрывает все секреты нелегкого дела. На самом деле, мы изучаем все. Недавно мы прошли все виды теста. Самое лучшее тесто, мне кажется, это бисквитное, очень хорошее тесто. Готовить его, конечно же, нелегко. Есть один секрет бисквитного теста. Для того, чтобы оно у вас было хорошее, когда вы поставили в духовку, ни в коем случае первые 15 минут нельзя открывать. Выбор самой сладкой профессии для девушки не случайность. Еще с детства она проявляла интерес к кулинарному искусству. Некоторые считают, умение готовить передается по наследству. Юля тоже уверена, этот талант у нее от бабушки. Сгущенка, сухое молоко и сахарная пудра. А дальше полная импровизация. Изделия из мастики могут принять любую форму. Порой на маленькую куколку может уйти целый день. Главное здесь – детали. Сделать не только вкусно, но и красиво – истинное искусство. Так что торгово-экономический колледж можно считать настоящим гастрономическим музеем. Здесь есть и другие профессии – официант, повар, продавец и товаровед. Отбор будет проходить по конкурсу среднего балла. Прием документов с 15 июня. Все наши профессии сегодня востребованы на рынке труда. То есть все, кто получил наш диплом, они спокойно могут устроиться на предприятиях торговли, как в городе Бобруйска, так и за пределами. Затем все наши студенты, которые у нас учатся, их ждет увлекательная жизнь, как спортивная, так и культурно-массовая. Все наши студенты получают стипендию. Для иногородных мы предоставляем общежитие. В Бобруйске свыше 10 колледжей каждый предоставляет качественное образование, которое станет хорошим началом карьеры или одним из этапов обучения. Вступительная кампания начнется уже с середины июня. Всю подробную информацию о зачислении можно найти на сайтах учреждений образования. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Солярий со сгущенными трубочками и бочковым квасом. Ее на горизонте, а вместе с ним отпуск, каникулы, да и просто теплые выходные. У городских служб сейчас во все идет подготовка. Установлено оборудование, покрашены лавочки, убран мусор, проверена вода. За ее качеством эпидемиологи будут следить каждую неделю. Важно исключить кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии. В скором времени частники смогут расположить на пляжах палатки с едой, мороженым и прохладительными напитками. Но только после получения разрешения. Отдыхающим также предложат зонтики и шезлонги. В прошлом году за час просили 41 копейку. Еженедельно, с начала открытия купального сезона, сотрудниками Центра гигиены, в том числе и в выходные дни, будут проводиться мониторинги содержания пляжей, мониторинги наличия на каждом из пляжей согласованных, объектов торговли и общественного питания, а также объектов, которые будут реализовывать непродовольственную группу товаров, на наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность. Этим летом горожанам будут доступны традиционные места для отдыха. В зеленом списке, побережье, в центре и в шестом микрорайоне. Можно позагорать у спортивно-оздоровительного комплекса «Шинник» и в районе здравницы имени Ленина. В месте отдыха на территории Форштадта плавать запрещено. Сдать все явки и пароли. Вскрывать квартиры и искать деньги под матрасом уже не модно. В 21 веке короли беззакония и киберпреступники. Развод в интернете или по телефону для многих уже почти обыденность. Но все еще находятся те, кто без задней мысли раскрывают личную информацию посторонним. Карина Гуревич о том, как распознать тревожный звоночек. Кто сейчас ведется на уловки мошенников в интернете? Вопрос, которым задавалась Диана Жук, пока не стала одной из пострадавших. Хотелось сэкономить. Заказала оригинальные ботинки «Доктор Мартинс» через Инстаграм-магазин. Вроде и отзывы положительные, и цена приятная. Но изначально все как-то не заладилось. Кормили завтраками, меняли цену несколько раз. Как только я забрала ботинки, сразу видела, что это вообще не то, что мне обещали. Видно было, что это не оригинальная продукция, и скорее всего даже не кожаная продукция. И еще меня смутил один момент сразу же. На почте я заплатила на 10 рублей больше, чем мне обещали. Чем была заявленная сумма. А когда по итогу товар оказался ненадлежащего качества, вернуть его казалось практически нереально. То предлагали обменять на другой, то просто не отвечали днями. Диане повезло. Свои деньги она смогла вернуть. Хоть и спустя несколько месяцев. Однако не всегда у таких историй счастливый финал. Технологии совершенствуются с невероятной скоростью и превосходят порой наше понимание. Именно здесь на сцену выходят киберпреступники. Они умело пользуются неопытностью и даже доверчивостью граждан. И не всегда это пожилые люди. Часто на удочку клюет и молодежь. Чаще всего звонят, представляются сотрудникам банка, просят предоставить реквизиты банковских карт, номер карты, срок действия, трехзначный код, в котором на обратной стороне карты написан, СМС-коды или так называемые сеансы авторизации, идентификационный номер паспорта. То есть вот эти необходимые данные для того, чтобы осуществить перевод денежных средств со счета на счет. К сожалению, самый распространенный не значит единственный. Способов вытянуть у человека деньги – великое множество. И появляются все новые. С января по мае этого года количество киберпреступлений в Бобруйске увеличилось на 120%. В связи с этим в республике проходит декада кибербезопасности. Фейковые магазины, подставные сотрудники госорганов и банковские служащие. Опасность может подстерегать где угодно. Когда деньги уходят, вернуть их очень сложно. Также при передаче самой банковской карты, кому бы то ни было, продавцу в магазине или в баре официанту, он может этот код либо визуально сфотографировать, либо считать информацию с банковской картой путем считывания ее с магнитной полосы, нанесенной на ней. Поэтому никому не следует передавать карту непосредственно в руки. Если вы столкнулись с мошенниками, то обязательно сообщите об этом в соответствующие органы. Даже если вам удалось распознать преступника, на кибер-уловку может попасться кто-то другой. Также стоит проводить беседы со своими родственниками, независимо от их возраста, чтобы уберечь от подобной опасности. И, что важнее всего, сами будьте на чеку. Карина Гуревич, Андрей Богдан. Итоги недели. Интерактивная история. Международная акция «Ночь музеев» приняла участие большинство городов Беларуси. Бабульский краеведческий музей предложил посетителям провести культурный вечер и поглубже изучить бытность прошлого. Фотозоны и мастер-классы встречали гостей в каждом зале. Особо подвижных ждал квест. Как правило, музей работает до 6 часов вечера, ну максимум до 7. В это время люди работают, то есть могут посетить музей только в выходной день. Но экспозиции, как вы видите, мы обновляем. На «Ночь музеев» мы стараемся разнообразить, сдать что-то новенькое, показать что-то интересное жителям города. В период международной акции многие выставки открыты для посетителей после захода солнца. Основная цель – показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, а также привлечь молодежь. Рев мотора и бешеная скорость. Бабруйск стал площадкой для проведения соревнований по автомодельному спорту. В наш город съехали свыше 70 лучших гонщиков страны. О недешевых игрушках Ольга Васенда. В свои 13 Егор Борозеньков о нешуточной борьбе на трассе знает не понаслышке. Автомобили мальчик управляет профессионально, правда маленьким. Модель 18-го масштаба – двигатель «Мамбо». Максимальная скорость – 96 км в час. Мне предложил папа заниматься этим спортом, он был согласен заниматься. И я посмотрел, позанимался, и мне понравилось. Автомобильный спорт не менее серьезный, чем настоящие большие гонки. В Беларуси он ведет свою историю с 1957-го. Наша столица не раз принимала чемпионаты Европы, а Бабруйск – соревнования республиканского уровня. Здесь все как у взрослых, только нет пилота за рулем. Сдавать на права не нужно, достаточно разрешения родителей. В поле гонки шоссейная трасса протяженность – 274 метра. Заезд честный. Внутри мини-авто установлены чипы. Они как раз-таки контролируют время. Республиканская спартакиада учащихся по техническим видам спорта проходит уже в 19 раз. В этом году вместо битвы парк культуры и отдыха на трехдневные соревнования в наш город съехались свыше 70 лучших гонщиков страны. Сегодня здесь собрались все области, все любители автомодельного спорта. И у нас будут настоящие гонки. В нашем городе есть прекрасная трасса для автомодельного спорта. И не каждый город может похвастаться, что имеет такую возможность участвовать в соревнованиях такого уровня. В нашей республике всего две таких трассы. Основные качества автомобилистов – терпение, концентрация, внимание и такт. Все то, что присутствует и у больших гонщиков. Сами мини-болиды по-взрослому делятся на классы. Регламент меняется с появлением новых технологий. Примечательно, что эти игрушки не из дешевых. Средняя стоимость мини-транспорта класса багги – 2000 долларов. Здесь нет места дилетантам. Автомобильный спорт – выбор тех, кто не боится принять вызов, уважает соперников и любит адреналин. Ольга Васенда, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Итоги недели. Прививочный паспорт, эскалация конфликта и аномальная жара. Жители Самары заполонили пляжи. Насколько поднялся градус термометра? Далее обзор громких мировых заголовков. Россия, цитата, даст по зубам всем, кто попробует посягнуть на территориальную целостность страны. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании Оргкомитета Победа. Это консультативный орган, который занимается вопросами патриотического воспитания. По словам президента, для кого-то Россия слишком велика. Глава государства отметил, что речь идет о Сибири. Взаимные обстрелы продолжаются между Израилем и Палестиной. По данным израильского командования, их военными были разрушены два здания с офисами группировки «Хамас», несколько многоствольных пусковых ракетных установок и комплексы ПВО. Число погибших в результате авиаударов по сектору газа возросло до 230. Среди жертв – несколько десятков детей и женщин. Боевики «Хамас» отвечают зеркальным обстрелом. Евросоюз открывает границы для привитых от коронавируса туристов. К такому соглашению представители стран-членов ЕС пришли в преддверии экстренного саммита глав государств и правительств, который состоится 25 мая. Главной темой встречи станет введение общеевропейского прививочного паспорта и согласование порядка въезда иностранцев в страны Евросоюза. Учитываться будут только вакцины, сертифицированные в ЕС. Однако при прохождении границы будет неважно, каким препаратом привит путешественник. Жители Самары в мае пришли на пляж. Температура воздуха в городе повысилась до плюс 32. Здесь, как и в ряде регионов России, установилась аномальная жара. Антициклон, накрывший Урал и Привольжье, добрался также и до южных областей европейской части страны. На этом фоне вспыхнули лесные пожары. Самая тяжелая ситуация сложилась в Уральском федеральном округе. Здесь площадь возгорания составила 44 тысячи гектаров. Из-за высокой пожароопасности повсеместно вводятся запреты на посещение леса в ближайшее время. Представительница Мексики Андреа Месса стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Селенная-2021». Девушка из Бразилии заняла второе место, а третья – представительница Перу. В этом году бьюти-состязание проходило во Флориде с соблюдением необходимых мер безопасности из-за коронавируса. Беларусь в нем не участвовала. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Папруск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok